всем привет продолжаем материал наш трактор и сегодня будем разбираться с кпп все 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 таки что там клинит почитала комментарии уже предыдущие видео много там предположений конечно да я сам там многие поддерживаю но не бортовые ленты это точно потому что качается возможно лизу подколот или все-таки две скорости ну и еще предположение конечно есть передний мост немножко мусор был это в переднем мосту там комментарии писали осколочки пойдем как говорится по пути наименьшего сопротивления давайте сейчас отвернем кардан от переднего моста по сути даже 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 если в этом он все-таки клинит нам передок сейчас не особо то и нужен прям уж так с этой фризой можно его и отцепить в общем открутим сейчас передний кардан ну хотя маловероятно конечно это передок ну фиг его знает в принципе тут тоже много чего есть промежутки или скрытишь лючок причем кардан откручивать все равно хочу глянуть что там течь может быть потому что и масло периодически бежит с промежутки не всегда дать после этих щелчков и когда он ей хотеть что-то тарахтит хорошо так давайте на раскрою сейчас полики и лючок этот промежутки его там недолго вскрыть он первую скрывается и посмотрим что в промежутке да так просто мне даже самому интересно по книжке там посмотрел особо то там я ничего такого и не понял по схеме кином и кинематической что-то может заклинить может быть правда какие-то в зубе отколотые попадает сейчас маслом подымает холодным их бывает кстати такая коробки масла холодная зуб откололся поднимая этого мы будем сейчас смотреть короче поснимал я полики этот то легко снимается тут конечно посложнее снялась он дальше буковинка сразу обошлось конечно без громких высказываний это хорошо говорится принципе ничего что-то такого сложного нет ну конечно все замудрена так ну и давайте теперь самое интересное посмотрим ну вон она уже вижу не хорошее делаете он то гайка раскрутилась будем надеяться что дело в ней любилом поколота неплохо вот она едет постоянно бряка не такой бряк да шмяк шмяк да бряк может быть может быть так неудобно быть и оператором сразу так что извиняюсь сразу за съемку так ну гайка видно раскручена вот она вот он когда едет постоянно тарахтение идет хочу закусывать не все таки все интересно может быть вот эта гайка куда-нибудь сюда попадает привычка принципе на туда не уходит еще на раскрутилась полик я думаю все равно скрою коробки потому что хрен его знает что там пока не буду закручивать это у нас получается наверное есть первичность что ли что там только шестеренок тоже много шестеренки это уже вала сбора и не то передок это по ходу передок это по ходу передок это конечно по проворачивать двигатель будешь ждать андрея ночи пока вскрою вторую крышку так здесь ладно понятно гайка открутилась бряк да шмяк она кстати вот побиты навряд ли она навряд ли это она больше тут ничего такого не вижу что тут может клинить непонятно в принципе в мертвый клин здесь есть чему встать кстати вон осколки там есть кстати осколки и на зубе в что-то он конкретно такое может что-то и здесь конечно попадает по ходу дела надо придется правда снимать этот дело потому что не в коробке тоже все таки здесь с переднего моста на сниму кардан и эту крышку сниму эту привод по отпечатку похоже на шарик вот все таки наверное это в этом дело вот это шестерня клинин но она получается должна тогда постоянку что-ли вращаться хрен ее знает она сейчас наверно будем сливать масло или что-то разбирать крышку коробки дальше до конца уж заглянем в коробку для успокоения души да давайте разбираем приблизил мы мы посмотрим что там дальше будет интересно крутил я крышку давайте попробуем снять ее конечно один одному тяжко я снимать одной рукой тем более ладно сейчас я сниму выключу камеру сниму крышку покажу вот у меня все снял крыши задний мост видать все в принципе тут видать пойдемте посмотрим саму коробку коробка я понял с той стороны крышка все нормально в принципе с ней прохватка на месте так что тут главная пара блокировка вот тут маленький валик какие-то зубы на нем непонятные что-то запорозите у нас тут вилочки нету что прям так вот чтобы они слабые были совсем да все таки это не в коробке там по сути это в коробке особо-то и клинить нечему что там внизу блок шестерен получается хотя сейчас попробуем включать скоростя и посмотреть еще куда перемещается короче нашел и неприятный момент не знаю за него кусал или нет сейчас солью масло с коробки хочу посмотреть что там на дне ну а в общем вот я приближу короче вот эти болты вот главное дифференциала получается крышка видите там даже зазор видно она откручена я покачал за главную пару и она шевелится возможно дело в ней немножко на перекос вот надо нам по идее трактор прокатить чтобы посмотреть на этот больно фрезу и опустил недавно короче придется нам запускать трактор масло солью чтобы сильно брызги тут не полетели не знаю как гидравлику надо поднять нам надо катать он откручен дифференциал на расшплинтована там болты возможно это дело все-таки в нем буду сейчас конечно бак тут мне походу мешаться будет но не знаю смотрим еще на придется бак снимать маленький он там на месте подшипником вроде так мельком пробежался все целое ну и кардан передние как я уже говорил с нему сниму прям привод этот кардан чтобы нас убедиться уже точно тут шарики не видно на первичном волос может быть они выкрашились жучи надо смотреть дифференциал сам так вроде все подшипники как бы шарики на месте я как понял здесь можно разобрать коробку не раскатывая трактор это с одной стороны хорошо по сравнению с белорусом получается вот снимаете колеса крышки шмешки да здесь можно разобрать неплохо сделано довольно гайка с холстовика первичного вала откручена это конечно хреновенько песка конечно же насыпалась в коробку мама не горюли вроде мы все равно грязь осталась сейчас надо аккуратненько все почистить чтобы меньше грязи залетала и это как раз может андрюха придет на зумере опять снимай извиняюсь с этим зумом в общем я думаю вы поняли этот подшипник я думаю вам будет видно эти камеры на месте сепаратор ну он там в общем ладно все очищаю щас тут все протираю чтоб меньше тут сыпалась пыли и грязи не знаю как я там буду тебе болты затягивать на дифференциале на это получится на месте затянуть то нам повезет крупно если нет то туда очень не повезет так ну что по сливалое масло с коробки он сливал с этого вот отсюда какой-то мусор выпал куски какие-то непонятные если здесь сейчас есть какие-то осколки там было так стружка была в коробке конечно но немного всего тут какие-то сейчас осколки найду то тогда все-таки здесь клянило но судя по шестям туда она побита пыли налетела тут уже кипец песка ветер сегодня куда здесь с коробки послевалась все на дне вам пока ни зубья ничего не видать особо-то стружка такая есть общие колючки ну клинят явно не шестеренки коробка то простейшая все-таки я склоняюсь больше что здесь даже что раскрученный дифференциал он тоже на клин он не должен влиять если там конечно конь болт вылез открутился то да да посмотрим а тут побита шестерни конкретно конечно почему-то привод идет а вот он получает уже серенка это это первичного это получается это шестерня крутится тут уже идет привод от диффора пошел вот этого основная герогистика вообще придется крюном заводить его собаку такой ну да вон он зацеп идет блин конкретно что-то тут попало шарик какой-то где-то подшипник наверное рассыпался да вот стружка есть стружка есть ай блин галяется собака все все таки это здесь клинин все таки это здесь и клинин клинит попадая стружка это между зубами тем более здесь и привод он идет как бы постоянно поэтому ладно снимаем сейчас эту халабуду малабуду откручу я сейчас ничего тут сложного нет ее снять и заодно посмотрим все состояние шестерен промоем хорошо и надо вот этот цельник еще поменять за одним раз уж разберу он подтекает немножко ну что товарищи уже нашел я источник клина как и предполагалось это шарик сейчас я вам покажу собаку вот этот шарик эти гражданская наружность он попадает как-то в клетку дом такого теперь высыпался еще бы найти было бы очень-очень-очень хорошо и вот он между корпусом раз хитро так предательски он когда мне один этом братья есть а ну все понятно понятно и кстати лопнул этот вал похоже перед к нормально ну и звук конечно вот вообще замечательно ну естественно как бы везу вот такими ударами просто очень офигительно ну чё я вам скажу товарищ перед к у нас больше нет в принципе на нашу работу это влиять особо не будет теперь что нам нужно сделать крышки у нас такой нету конечно поэтому глушить мы ничего не будем так теперь надо нам сделать осмотр той шестерни конечно протупил и вот если бы я сразу это все дело сделал снял суть это дело надо было снять вот эту всю фигню и все я бы избежал этого клина шарики то снизу раз и кусает жалко шестерни покоться на это еще пол беды но вот сломала зуб это уже печально ну это хрен с ней эту шесть придется искать учиться это шестеренка интересно мне знать привода сама вот это тут сломала зуб нет интересно побила он видно шариком разобрали это конечно мы не зря сто процентов так ну ладно вот понятно где шестерни нам желательно менять но вопрос другом откуда сбитым выпал этот шарик откуда да вот из этого дело он и выпал вот так она вся шарик откуда включается принудил вам вовома да понятно тоже как это непонятка круче но нафиг вон она вилка вся болтается на шлицах вот уже не зря раз не зря два не зря три не зря разобрали мы это дело столько косяков так ну ладно шестерня отсюда вроде живая чё снизу она у нас покажет снизу ей по-русски говоря пиздец тоже пол зуба нету сучи шарики блять обидно буквально вчера высыпалась блин откуда эти шарики катарики выпали непонятно только так по сути сороковку на без передка пока остается прямо это конечно печально так начнешь скроет эту крышку посмотрю чего у нас там как стоят дела с этим валом подшипником блин зря этот кардан покупал столько деньги тратил в рот компот блин не вижу разваленного не развален да вообще с виду то он целый подшипник вот вал почему-то трещина интересно или просто так это треснула там втулка печально шарики то не отсюда печально ладно буду искать откуда шарики выпали где-то подшипник развалился собак так ну что подведем итог тогда я поуживался в коробке нашел я вот такую пружинку помолоченную ну так пружинка фиксатора скорее всего это пружинка вома ну это зуб понятно который отломил жалко возможно его вчера даже ломануло когда мы тыркались назад вперед очень жалко избежать ну ладно четыре шарика подсобники я не нашел какие развалились вот поэтому убить не нашел все целые там посмотрел и там но тут и гайка откручены понятно сумму закручивать там тоже надо закручивать кстати не знаю такого не показал как как вам откручивать сейчас увидите вот и вроде зашплентован и все откручены короче вот здесь вот вилка сама побалтывается и вот этот валик мне интересен видите раз что этот вал идет это как это вилка тоже здесь ставится но это скорее всего вилка наверно на замедленную тут когда-то было или я у меня тут мысля есть возможно когда-то подшипник развалился и вот в этом вот колодце вот здесь кармашек такой нехороший его магнитом все прошарил там кстати еще вон осколки остались вот в этом кармашке несчастном достал пружинки кусочки здесь короче осталось это дело здесь вот был шарики думаю но тут один был шарик если он даже выпал и пружинка но опять же как она может выпасть непонятно если только что с этой стороны еще она фиксация не было вряд ли там я не чувствую отверстие короче какой-то сима в общем что я решил сделать собирая пока как есть ну естественно гайку закручу там закрутим все это все серии более-менее таком видеть надо короче под замену вот эта шестерня переднего моста получается шестеренки ну это естественно под замену но мы сейчас это все дело соберем передок у нас будет работать здесь и вот они тоже шарики на месте конечно болтается не знаю почему они тут оказались с этой стороны шарики один кстати шарик я нашел со стороны коробки внутри коробки такой подшипник будем сейчас еще смотреть повнимательнее можно идем еще все-таки рассыпанный подшипник надо нам найти опять же рассыпаны шарики то есть я не вижу ни одного сепаратора кусочка кроме этой пружинки я хочу сейчас сделать у нас такой уже опыт есть успешный опыт конечно как здесь проканает но хочу в общем наварю я зуб этот ну и сделаю его соответственно болгарки ночью больше делать все таки лучше будет чем совсем без зуба и пусть пока она это шестерня тут и стоит сейчас разберу туда крышечку сниму посмотрим что получится у нас и сколько это дело отходит я думаю будет работать и немало если зуб сразу не отломит то поработать вообще надо конечно шестерни искать вот кстати может кто знает где эти шестерни можно будет взять вот это уже две шестерни надо киньте пожалуйста ссылочку может кто-то на сороковку брал заказывал запчасти хотя бы посмотреть ценник да может быть там пока закажу в принципе сезон отработает трактора все равно я буду раскатывать надо и покрасить его как вы мы уже писали мы кабину с ними раскатим его полностью от моем сделаем это все промежутку сцепление с двигателем там вопрос решил принципе он вроде более-менее заработал возможно подкинем колечек до головки сделаем и по сути может быть даже и не будем пока его и капиталить ну возможно так вообще мне пока устраивает двигать его работа единственное не устраивает его жор масла вот одна кстати вот один подшипник был вот здесь лежал вот в этом кармашке да вот внизу один подшипник шарик или вот в этом вот хвостовике какой-то есть подшипник вот тут вот хотя я смотрел вроде как бы он на месте ну и вылита опять же шариков я не вижу сейчас я кстати посмотрю еще по книге сколько в этом хвостовике и какие подшипники можно это все-таки он но чтобы нам его достать этот хвостовик это надо пылевому трактор раскатить поэтому сюда смысла сейчас тоже особо лезть и нет будет если опять такая же клиник сейчас мы уже знаем в чем причина сразу на открывать пробочку ну и как говорится выуживать оттуда шарики первым делом будем это дело делать но там видно в общем вот так вот ну все сейчас будем тут все протягивать я думаю покажут особо не буду шестеренку покажу как наварив в общем разбираемся дальше идет и так длинная получится так что вот так я думаю мы починим сегодня сезон должен трактор нас отработать короче вот наварил и вот этого зуба не было и 2 там немножко сейчас посмотрим варил угоними электронами уже горелопыт такой был у меня сейчас очень болгарка вот такое вот так вот вот у меня уже было удобно Субтитры делал DimaTorzok Вот болгарочка нам помогла Добавил субтитры Добавил субтитры два зуба три даже считай готовых восстановили так мало-мальски я думаю нормально все будет они все равно зацепление тут не по одному зубу нормально рвать сильно не будем передок так что все сейчас андрюха отмывает и начнем со сборку помаленьку еще ключи снова на 58 найти гайку закрутить как черно завести трактор были вот поехал немножко надо чтоб он катился чтобы нам затянуть он ту шестерню главную херос надо раскирнять за вас сейчас как-нибудь аккуратненько понял отсюда 3 3 тык раз эти шайбу разгибай короче порезал нехорошее действие сделал вот почему я успели поэтому все понятно без слов так вот теперь вот это вот гайка вот эта гайка у нас выжила потому что у меня есть вот такой поясок ну хотя бы ее прикрутим хотя бы и не знаю раскрутится на скорее всего наверное что она как бы я как понял контргается вот эту шайбу я не знаю может вообще снять что-то мне не нравится а то вот запасы не будет держать у нас еще и ключа нет такого я не совсем понял чего они держат эти гайки а ну что я не совсем понял понял я валу не притягивает а вот это как контр идет гайка и держит первичка воде за стопор тут нибудь она вот чего-то делаешь а мой получается гайку сейчас распилили стопоры нас ставится вот так получается да сюда так хочу же со стопором сделать брать его как или пусть остается я боюсь он там за ролики будут фигачить лишь она как все крутится и быстро это получается коническая передача передается через первичный вал здесь шарики давай распилим все таким его разрезать перенеси ночность по металлу я разрежу так ну все гайку уже затянули одну получается сейчас вал первично не ходит но этот конечно вал получается ослабленный ну я думаю ладно без нагрузки нифига им не будет так что раскатывать будем его полюбак снимать вот эту промежутку будем сцепление ну до хрена работы короче ничего страшно принципе раз сделаем вообще как бы состояние коробки я считаю неплохое так здесь мы затянули сейчас эту крышку ставим нижнюю ну в самую эту шестерню прикручиваем и надо там затягивать болты все затянули мы дифференциал кое-как за шплинтовал он там один болт шплинтовочной проволокой вроде все нормально здесь у нас получилось эту крышку мы уже поставили будем сейчас эту ставить большую крышку но прежде чем ее ставить давай выльем масло сюда да в коробку тут удобнее сейчас заливать так вот этих только надо аккуратно андреан шарики ерунда короче пробки закручены пробки конечно нет так это то закручены передние сзади нет почему ее просто раз не сразу не заметили покажи-ка на магните видите стружка не сильно как много у кусков таких уж прям нет надо быть что нету мусора еще нет кто там ни хурина засними кто там гонщик нету мусора смотри там где на 22 или просто когда-то разваливался по сути а шарики там забыли а я маху феза я даю он облег если я на нем наваливаю на полную маху да шарился я его магнитик поставил под основалку вот и бля и 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 я уже вижу короче это похоже шарики какие-то фиксаторы выбрали только чего они фиксировали ну один фиксатор я знаю что фиксировал один шарик фиксировал этот жевал отбора один фиксировалась там еще пружина да это фиксатор он пружин целая гора то ли раньше они выкладывали когда шарики от фиксаторов они от пружинах да хрен его знает дожди ее надо вот так держи тихо прокладку с твоего края не не ты подымай ты не двигай ее надо именно поднять двинуть мы сейчас всю прокладку снимем там у тебя эту тварь перевернуй спускай там штифты у тебя оделся на штифт? не оделся, пошевели влево-право вот такая еще тут не интересная педалька можешь раскидывать не подожди вот видишь ты не знаешь какие болты я крутишь а знаешь почему ты не знаешь да поэтому подожди пока ничего не крути я сам буду короче вот надо сейчас ее попасть вот такая вилочка вверх получается поднимаю это блокировка хитро надо попасть вот попал нажимал нажимает нажимает значит все правильно вот так вытравляем болтички вношу кривичечку поставили уже два полика сейчас остался третий довольно неудобный а вон там еще на углу на 6 болтик вставить надо на рычаг надо не пиздец только вот сюда найди шайбы побольше ли что-то два болта ведь это гравера стояли и вчера надо вот эти все притравить, видишь? здесь в принципе можно поставить, но хотя тут шайбы есть один с шайбой шайбы что-то все выгнули ну и все в принципе приворачиваю так, ну все, закончили мы ремонтировать трактор, не этот тот, год лишний запчасть у нас тут остались какой-то нашли валик под сидушкой интересный, шестигранник, педальку напускается также вот шайбы, шарики, пружинки, короче откуда-то высыпались эти фиксаторы с пружинками, не знаю откуда 4 фиксатора или 5 лет, сколько гайки, хана пришел ну и кто закрутил, не знаю сколько она там продержится, не открутится ну будем надеяться так, ну а сейчас давайте запустим, маленько проверим, тудым-сюдым и будем заканчивать завтра у нас тяжелый день предстоит, очень много пахоты выдержит, не выдержит, плюс дальничок один будет на нем в деревню поедем в общем, наверное деревья заснимем в деревню, пахать будем давайте будем пахать тот целик, который мы пахали так 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 а так так как так 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 то к Все работает нормально Все работает нормально Все работает нормально Все работает нормально Все Вот такое вот было видео Вроде трактор починили Посмотрим как он будет работать Конечно работая с ним Это так временная Трактор скорее жив чем мертв Работы с ним еще много предстоит Раскатывать будем Мы уже сами поняли А пока сезоном надо доработать Как-то Я думаю доработаем Пахать мы на нем не собираемся плугом Поэтому нагрузка там не будет сильно В основном на вал отбора Все Ну я думаю выдержит все у нас Все получится Ну в общем заходите в плелист Т40М Заходите в плелист Будни тракториста Будут там длинные видео По работе именно на этом тракторе А завтра мы попрем в деревню Там мы конкретно ему И как раз фрезующему там Но там огород по-моему довольно Ну как разработанный огород В смысле не должно там быть кирпичей особо Я не видел Да там целик это трава Ну в принципе я уже такой огород перепахивал После плуга Вот буквально вот последний Перед тем как вот сломаться он у нас И довольно хорошо он идет по этой траве Ему легко Че он там пласты уже поднятые Просто размельчите ему и все Так что я думаю он упадет нормально Ну в общем ждите новое видео Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Оценивайте, комментируйте Ну и как говорится Всем спасибо за внимание А ну и самое главное Спасибо за ваши все советы Были там несколько комментариев Кто практически в точку попал Что зуби сломались Я читал Ну в общем всем спасибо Что как говорится помогаете мне Советуете Ну и до свидания